Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет Приключения Оливера Твиста. Книга-юбиляр. Чарльз Диккенс – английский писатель, один из величайших англоязычных прозаиков XIX века, гуманист, классик мировой литературы. 185 лет назад вышла в свет книга «Приключения Оливера Твиста» – второй роман Диккенса и первый в английской литературе, где главным героем стал ребенок. Опубликовался роман отдельным изданием в 1837 году. Интерес к детству зарождается в мировой культуре в эпоху просвещения. Идеальный ребенок в творчестве Диккенса – это ребенок, отличающийся добротой, искренностью и милосердием к окружающим. Впервые роман Диккенса был опубликован под заголовком «Оливер Твист или Путь приходского мальчика» в журнале «Смесь Бентли» с февраля 1837 года по март 1939. Еще до завершения издания этой публикации в октябре 1938 года по взаимному согласию с учредителем журнала Ричардом Бентли писатель издал роман отдельной книжкой под всем уже известным названием «Приключения Оливера Твиста», в котором содержались иллюстрации известного английского художника и публициста Джорджа Крукшенко. А в 1841 году в свет вышло уже третье издание романа с предисловиями автора. В России роман впервые начал печататься в 1841 году, когда первый отрывок появился в февральском номере литературной газеты. Глава была названа «О том, какое влияние имеют чайные ложки на любовь и нравственность». Первая полная публикация романа в России была осуществлена в том же году. Роман был выпущен анонимно, отдельной книгой в Санкт-Петербурге в переводе Горковенко. Современный перевод романа на русский язык был сделан Евгением Ланом. Оливер Твист, безусловно, одно из величайших и популярнейших произведений искусства всех времен. Недаром за него ухватились режиссеры театра, кино и телевидения. Мог ли предположить Чарльз Диккенс, что его романы станут основой для более чем двух сотен фильмов, сериалов и даже мультфильмов? Нет, не мог. Братья Люмьер озарили мир волшебным лучом кино только через 25 лет после смерти Чарльза Диккенса. И все же это чудо произошло. Весь мир, от мала до велика, не только зачитывался романами Чарльза Диккенса, но и обожал смотреть многочисленные экранизированные версии его произведений. Первый фильм «Немой» вышел на экран в 1922 году. Затем в 1948 году Дэвид Линн выпустил классическую экранизацию картины «Оливер Твист». А в одноименном фильме 2005 года режиссер Роман Полански исследует свою излюбленную тему попадания главного героя в незнакомый и враждебно настроенный мир. Трогательная история злоключений маленького сироты Оливера Твиста, несмотря на прошедшее с ее написания 185 лет, по-прежнему не утратила своей увлекательности и трогательности. Вот удивительное дело. Главным героем книги заявлен Оливер Твист, сиротский мальчишка, на которого раз за разом сыплются удары судьбы, из-за которого мы искренне переживаем. Но на поверку самому главному герою в книге отведено не так много страниц. По сути, мы следим за его перепитиями лишь первую половину романа. Как только Оливер попадает в дом миссис Мэйли, он сразу превращается в какого-то третьестепенного персонажа, о котором автор вспоминает лишь изредка. Он периодически выныривает из очередного обморока, произносит пару фраз и опять сходится сцены. А действие кипит вокруг фигуры его беспутного брата Монгса, прожженного старого Лиса Фейджина, зловещего грабителя Сайкса и метующейся Нэнси. Компанию им составляют представители сил добра – Рос Мэйли, мистер Бранлоу и другие персонажи. Да, понятно, что все озабочены историей Оливера, но сам Оливер во всех дальнейших событиях не участвует вплоть до финала. И это производит очень странное ощущение, как будто роман распадается на две части. Причем вторая часть намного менее интереснее первой, поскольку обещанных приключений Оливера Твиста там совсем мало. Да, это тоже недостаток, который чем дальше, тем сильнее мешает. Юному Оливеру 9 лет, он рос в приюте, он осыпан градом насмешек, облит презрением, не раз крепко поколочен, живет впроголодь. На его долю выпадают тяжкие испытания, он попадает в компанию закоренелых воров и грабителей. За всю свою жизнь он едва услышал пару добрых слов. И при этом он исполнен самого наивысшего благородства, представляя собой практически образец идеального мальчика, ангела с небес. Это какое-то уникальное собрание лучших человеческих качеств. У него нет никаких сомнений и колебаний, он четко знает, что такое хорошо и что такое плохо. Если в самом начале романа это вызывает симпатию на фоне той несправедливости, в которой живет Оливер, то с развитием сюжета начинают появляться вопросы. Потому что сюжет развивается, а вот Оливер ни капельки. Он на протяжении всех страниц остается все тем же идеальным ангелочком, который случайно оказался в трущобах. Ну а в конце романа авторским текстом буквально поясняют, что это связано с его благородной кровью. Пожалуй, главным минусом является тайна происхождения Оливера, которая практически на корню убивает всю идею романа. Уже в середине текста щедро разбросаны намеки, что мальчишка не из простых. А в конце выясняется, что он и вовсе из джентльменов, что он был богатым наследником и живет в нищете только из-за козней своего коварного брата. Только вот брат у него сводный. У них один отец благородного происхождения, но матери разные. Мать Монкса описана женщиной злобной и недалекой, сын пошел в нее. А вот мать Оливера – нежное создание с чистой душой. Ну и Оливер такой же. Возможно, что роман оказался бы на порядок более сильным, если бы у Оливера не было блестящей генеалогии. Если бы это был просто обычный мальчик-сирота, выживающий в самом низу социальной лестницы. И при всем этом умудряющийся сохранить светлую душу. Если бы он при этом прошел долгий путь моральных терзаний. Если бы он рос и крепчал на наших глазах, завершая ошибки, но находя силы сделать правильные выводы и двигаться дальше. В общем, Диккенс на тот момент, а это его второй роман, еще находился в плену определенных стереотипов и шаблонов английского общества, которые не позволили придать книге подобающую глубину. Однако, роман в любом случае заслужил свою славу и читательскую любовь. Его надо читать. И надо читать именно в детском, подростковом возрасте. Несмотря на то, что сам автор предназначал свое творение людям вполне взрослым. Оливер Твист учит нас не закрывать глаза на явную несправедливость. Он наглядно показывает, что дети могут быть совершенно беззащитны и беспомощны в руках взрослых, сердце которых черство. И не важно, что эти взрослые выглядят вполне респектабельно. Не нужно слушать их слова. Нужно смотреть на самого ребенка. Не прячется ли в глубине его глаз страх, боль и обида. Ну и, конечно, слог Диккенса, как всегда, великолепен. Любая литература, написанная таким языком, не может быть оставлена без внимания. Ее нужно впитывать как губка, не только расширяя словарный запас, но и понимая, как этим запасом пользоваться с максимальной красотой и эффективностью. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok